Девушки отдыхают Но, тем не менее, давайте не будем забывать о том, что некоторые более-менее интересные вещи происходят и в мире, и более того, они завязаны так или иначе с новостями американскими, потому что полностью оторвать то, что происходит в вашей замечательной стране от того, что происходит в мире, мы не можем. Поэтому первую часть посвятим мы с вами разговору о других странах и как происходящее сейчас в Штатах на них повлияло. Но уже во второй части вернемся к новостям американским. Благодарю Полину Волкову за помощь в подготовке выпуска. И, конечно же, я не буду вам рассказывать абсолютно про все страны, так это, в принципе, невозможно. А расскажу о тех, на которые я и так часто обращаю ваше внимание и за которыми в силу возможностей, по мере возможностей слежу и стараюсь находить там что-то интересное. И для начала я закончу скандинавскую тему. Для начала закончу, да, хорошо, но тем не менее. В прошлый раз, помните, мы говорили о том, что в Дании намечается правительственный кризис из-за массового умерщвления норок. Но, в общем, кризис действительно продолжается. Был показательно изгнан министр сельского хозяйства, рыболовства и полового равенства. Поверьте, я не шучу, у него, правда, такой титул. Этот министр полового равенства, этот пост в Дании уже давно. Так вот, Могис Йенсен был принесен в жертву. Социал-демократическим правительством его выкинули. Было признано, что что-то сделали не так, умертвив такое количество животных. Но, к счастью, правые не успокаиваются, требуют перевыборов и объявления недоверия правительству. Не знаю, чем все закончится. Горячие скандинавские граждане, я смотрю, нервничают, потому что по Дании уже идут демонстрации. Спокойные, естественно, это вам не Бэйлом. И достаточно дружелюбные. Но демонстрация – это демонстрация. Люди недовольны. Правая, прежде всего, моя любимая партия, которая ведет активную борьбу с социал-демократами, позицию укрепили. Но удастся ли им смять социал-демократов, к сожалению, все-таки это не факт. Потому что привычно, ну, очень многие, как и, к сожалению, по всей Европе, поддерживают вот этих самых социал-демократов. И не знаю, что получится. Но тот факт, что в Дании правые стараются укрепиться – это уже хорошо. А в Норвегии похожая ситуация, на самом деле. Там партия, за которой наблюдаю я, у нее, может, не самое консервативное название. Она называется «Партия прогресса». И она действует довольно-таки давно, но, пожалуй, только в 21 веке стала на себя обращать внимание. Ее очень, естественно, не любит европейская левая пресса. Но партия так играет серьезную роль. Не такую серьезную, как нам бы хотелось. Но, тем не менее, в норвежской политике управляют ей две женщины, кстати. Сива Йенсен, которая себя называет поклонницей Рейгана и Тэтчер, и Сильви Лёстхаук. Или Листхаук, и так и так ее произносят. Соответственно, они сейчас пытаются провести целый ряд своих предложений правительству. Так как они иногда... Даже Йенсен была министром финансов и сделала довольно много для снижения налогов, кстати, в Норвегии. А так, сейчас они третья по большинству партий в парламенте. И пытаются сразу несколько инициатив провести. Прежде всего, ужесточение борьбы с преступностью. Ужесточение меры для тех, кто нападает на полицейских. Вооружение полиции более серьезное, чем оно сейчас есть. Ряд снижения, опять-таки, ряда налогов по возможности отмену их, связанную с безалкогольными напитками, например. Ну и что интересно, на что я бы, конечно же, обратил ваше внимание, хотя я боюсь, что этих инициативы не пройдут. Та же самая Листхаук, она еще когда была министром по вопросам эмиграции, заработала прозвище Трамп в юбке. Потому что очень усердно, за что и спасибо, ужесточало правила въезда в Норвегию. Сейчас, ну, поздновато вы можете сказать, я с вами соглашусь, но тем не менее. Сейчас по ее же инициативе предлагается вообще свести к минимуму прием беженцев. А если кого и пускать, то только христиан из стран, где они определенно подвергаются преследованию. Кроме того, в ряде случаев, если преступники это несовершеннолетние, и они, опять же, выходцы из соответствующих стран, то предлагается их из Норвегии депортировать. И если родители не могут за своими детьми следить, то всеми семьями и до свидания. А следующий момент, который тоже важен в их предложениях, я имею в виду партию Прогресса, это полное прекращение помощи так называемой палестинской автономии. Потому что, как говорит Листхаук, если деньги наши, норвежские, идут на антисемитскую пропаганду и на открытую поддержку террористов, то, ну, как бы помягче сказать, в общем, обойдетесь вы без наших денег, товарищи палестинцы, или как вы там себя называете. И до тех пор, пока мы не получим твердых гарантий того, что эти деньги не будут тратиться на что-то достойное, понятно, что их никто не даст, то, извините, денег не дадим. К моему глубочайшему сожалению, я не думаю, что эта инициатива пройдет, как я уже сказал, потому что большинство это лейбористы, те же социал-демократы, консерваторы, которые так называются, но на самом деле партия так себе в Норвегии. Но то, что партия Прогресса укрепляется, и то, что Листхаук, она давно, человек, который весьма и весьма дружественный Израилю, такие инициативы пытаются провести в Норвегии, ну, такой осторожный оптимизм внушает. И заметьте, что партии правые в Дании и Норвегии, о которых мы сейчас с вами и говорили, они, к счастью, не испугались возможной победы Байдена, они продолжают свою линию гнуть, ну и слава богу. Возможно, потому что они все-таки в оппозиции. Те же номинально правые или консервативные партии, которые сейчас у власти, но они в растерянности, чего уж там говорить, и этим, естественно, пытаются пользоваться враги Соединенных Штатов. Ну, скажем, оживился наш вождь, то есть Путин. Он в последнее время то, что он делает, выглядит или жалко, или очень жалко, прямо скажем, несмотря на все усилия прессы его подавать героям, мудрецом и так далее, но это уже выглядит совсем смехотворно. Помните, мы вспоминали, как он недавно вилял хвостом перед сирбами, когда испугался, что они его бросят и уйдут к Трампу. На этой неделе было, уже на следующей, было призабавное зрелище, это когда Путин две, что ли, минуты облизывал, ну, к счастью, в переносном смысле, успокойтесь, и пусть вас кошмары такие не преследуют. Болсонару на онлайн-конференции Брикс Путин восхвалял бразильского президента, какой он прекрасный, замечательный, удивительный и так далее, и тому подобное. Выглядело, повторяю, довольно отвратительно, как секс по телефону какой-то. Но при этом Путин-то в данной ситуации, понятно, что он делает. Очевидно, что у Болсонару с Байденом таких же отношений, как с Трампом, не будет. И очевидно, что Путин заинтересован в том, чтобы, пользуясь таким моментом, свое влияние в Южной Америке хоть как-то укрепить. Ну, и поскольку южные американцы и такой шоумен, как Болсонару, они нали лезть, ну, прямо скажем, падки, конечно же, то вот Путин это самое свое мероприятие, сеанс лезть и провел. Получит ли оно продолжение, я не знаю. Комментарии, которые я видел, я понимаю, бразильцы разные, их много, но в большинстве своем на Фейсбуке довольно кислые. Повторяю, по той, что попадались мне. То есть правые бразильцы по-прежнему считают Путина коммунистом, и я с ними согласен, кстати. Помнят, что путинский режим поддерживает Венесуэлу, а правые бразильцы терпеть не могут нынешнюю Венесуэлу. Ну и те, кто уж очень любит президента, так сдержанно написали, что, ну ладно, похвалил, и хорошо. Написали, что те, кто очень любит Болсонару, что посмотрите, как президент большой страны, то есть России, лебезит перед нашим Жаиром. Это смешно было читать, но это правда, кстати. Ну и мой любимый комментарий. Путин, конечно, крыса. Ну раз хватит Болсонару, хвалит Болсонару, то ладно, послушаем его. Ну посмотрим, повторяю, что будет дальше с Бразилией. Я все-таки надеюсь, что американское влияние там сохранится, хотя с Байденом это будет сложнее. Ну а раз о крысах, то я, конечно, далек от мысли говорить, что нынешнее правое консервативное движение в мире – тонущий корабль, ни в коем случае, в Америке, я надеюсь, все еще наладится. Но некоторые уже с корабля все-таки побежали, не дожидаясь того, пока он потонет. Самой крупной во всех отношениях крысой стал британский премьер Джонсон. Это, пожалуй, самое серьезное разочарование. Но, честно скажем, многие и там-то его в прошлом году к нему относились сдержанно и видели только как защиту от Корбина. Однако теперь, глядя на его действия, скажем, мой любимый на сегодняшний день политик королевства – это Сэмми Уилсон из Северной Ирландии, разумеется. Там свои проблемы, но сейчас не будем их трогать. Он сказал, что такое впечатление, что выиграл Корбин. Потому что вместо сокращения регулирования, сокращения налогов и ощущения свободы мы при Джонсоне получили экономический кризис, локдауны и, наоборот, лишения свободы. А шотландский историк Том Геллахер, например, пишет, консервативно, естественно, что в декабре я ждал победы Джонсона, а сейчас я жду, когда мы наконец-то от него избавимся. И в этой вот ситуации Джонсон пошел еще дальше. И, глядя на то, что вроде бы побеждает Байден на данный момент, он спешно, и Байден уже объявил, что он у нас выступает за борьбу с пресловутым изменением климата. Ну, и Джонсон сразу же под козырек и выкатил свои 10, что ли, пунктов, как это называется, зеленой индустриальной революции. То есть, еще не факт, и я надеюсь, до этого не дойдет, что в Штатах этот жуткий зеленый новый курс будет принят. Мне хочется верить, что его все-таки зарубят. А Джонсон уже, пожалуйста, со своим прибежал, где, конечно же, красивые слова, где, конечно же, какие-то упоминаются и не самые плохие инициативы вроде того, что развивать зеленые какие-то насаждения, деревья и так далее. Но общий смысл все тот же самый. Это удар по автоиндустрии, естественно, потому что ее будут переводить на пресловутые безопасные источники энергии. Это сами понимаете, что означает. И еще более серьезная проблема – это то, что будут перестраивать систему вообще энергоснабжения на всякие эти ветряные и прочие дела. И, как говорят уже консервативные аналитики, это будет стоить огромных денег, потому что это означает тотальную перестройку, это означает, что надо дома перестраивать, это означает, что практически переделывать надо все. И, естественно, платить за это будут кто? Жители Соединенного Королевства, которые сейчас уже там тихо сходят с ума от локдаунов, которые по-разному называются, но сохраняются, и чья экономика уже сыпется, трещит по швам и так далее и тому подобное. И если раньше экономические проблемы связывались с лейбористами, как правило, то теперь, пожалуйста, это Джонсон, который готов экономику королевства угробить, лишь бы угодить Байдену и компанию. Если переместиться в Азию и Кианю, то на Тайване, ну, условно говоря, у власти все-таки такие, они считаются по местным меркам левоцентристы, но на Тайване сейчас все затихли, там боятся откровенно, потому что, я вам говорил, в Тайване однозначно были за Трампа, и в нынешней ситуации они, конечно же, пребывают в растерянности. И заверения, что все будет хорошо, их не очень радует, потому что они ждут серьезных проблем со стороны Китая. В Японии, ну, в Японии тоже не очень хорошая обстановка, на самом деле, так как тамошняя правящая партия, она тоже право-консервативная, о ней вам не раз говорил, и хотя в ней демократов не любят исторически, предпочитают республиканцев, но и там заговорили о том же, что Япония должна бороться с изменениями климата и так далее и тому подобное. В общем, я думаю, что пока им не удастся изменить Конституцию и действительно не получить сильную армию, они будут стараться лавировать между Байденовской администрацией, если она все-таки придет к власти, и стараться им угодить. Ну и я повторяю, я все-таки предвижу их движение в сторону Китая, что, конечно же, удручает, но что, наверное, неизбежно, если Байден окажется таким же слабым президентом, как Обама. А я напомню, в Японии считают Обаму одним из худших, ну, не поручусь за всю Японию, но точно знаю, что вот в этой самой правящей партии считают Обаму одним из худших и самых слабых американских президентов. Так что не думаю, что к Байдену у них отношение будет другое. В Австралии, в общем, тоже обстановка такая сложная, так как они погрязли в своих локдаунах и пытаются понять, что им делать дальше. Но, что касается Австралии, то здесь я вам еще раз порекомендую австралийский канал Sky News Australia, потому что, я знаю, для многих из нас стало разочарованием, ну, ожидаемым, правда, то, как себя ведет Fox News, и то, что сейчас, увы, в Соединенных Штатах такого действительно сильного консервативного канала получается и нет. Я, например, уже давно смотрю австралийцев. У них много, естественно, новостей на их свои темы, которые даже мне не очень интересны. И, разумеется, и там есть свои достаточно либеральные ведущие. Но Роуэн Ди, Налан Джонс, прежде всего эти два человека, их надо смотреть обязательно, они до сих пор отстаивают того же Трампа гораздо более активно, чем американские телеведущие. Ну и в целом, я думаю, что в ближайшем будущем основную информацию по Соединенным Штатам всем нам лучше получать оттуда, чем из американских новостей. Вот такая ситуация, ну, ничего не поделаешь. Поэтому и сейчас очень многое, что я, скажем, узнаю о событиях, в той же океане, я в основном узнаю от людей, которые на Sky News Australia работают, и которых я вам тоже рекомендую смотреть. Ну вот, получилась у меня, как видите, такая картина не самая оптимистическая, не самая радостная, но все-таки не забываем, что партии правопозиционные, они, как видите, не сдаются и не считают происходящее своим поражением. Я надеюсь, это касается не только скандинавских стран. Партии, находящиеся у власти, да, ведут себя не лучшим образом, но с Японией там всегда сложно, что и как. Консервативная партия Королевства уже давно в кризисе. Там я развожу руками и каких-то рецептов уже и не вижу. И если правление Байдена все-таки приведет к каким-то изменениям в консервативной партии Королевства, и там, наконец-то, реальные консерваторы появятся, то, кто знает, может, результат еще будет не такой уж и плохой, так как негодование-то растет. Ну а в целом, смотрим, что будет дальше. Болеем за наших правых союзников, конечно же. Ну да, и смотрим тот самый телеканал австралийский, который я вам порекомендовал. Поверьте мне, ну вот тех ведущих вы точно не пожалеете, если будете их смотреть. Я же здесь умолкну, если Сергей что-то добавит, с удовольствием передаю ему слово. Во-первых, спасибо за информацию, которую вы поделились. Во-вторых, телефон в студии 847-400-5200. Были попытки дозвониться. Мне не хотелось прерывать ваш монолог. Ну давайте попробуем все-таки принять звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте, Иван. Я хочу вас спросить, почему он уволил Синди Пауэлл? Трамп. Вчера ее уволил. Вы говорите, мне сложно сказать, как сейчас выстраивается трансмиссия и команда Трампа. Дело в том, что Синди Пауэлл никогда на Трампа не работала. Она не подписывала контракт с ним. Она не получала от компании денег. Она сделала заявление по этому поводу. И она в этом заявлении объяснила ситуацию, что, во-первых, она никогда не работала на компанию Трампа. Она работает на, как бы на общественных началах и представляет «We are the people». Это был ее стейтмент, и она его продолжает. После этого выпустила еще один стейтмент о том, что она все-таки будет продолжать, будет подавать в суд на компанию вот эту доминин и смартматик, на фальсификацию, которая имела место быть с помощью софтвера, который разработали два венесуэльских программиста. Ну, в общем, там целая сеть таких дочерних фирм, чтобы спрятать все концы. Так что он ее не уволил, а не просто компания выпустила стейтмент о том, что Синди Павел не является членом команды Трампа. Так и она это же подтвердила. Это не то, что он ее принял на работу, а потом он ее уволил с работы. Ну, этот стейтмент дал возможность леворадикальному отребию трубить во все трубы. Вот, дескать, Трамп выгнал, уволил и так далее. Некоторые особо одаренные пишут комментарии, что даже Наполеон не был таким деспотом, своих генералов так не увольнял, как Трамп увольняет своих. Вот примерно такая ситуация. Это то, что лежит на поверхности, то, что я вижу. Я не знаю, какую тактическую цель преследовала компания Трампа, издав такой стейтмент, но это абсолютная правда, то, что она не является членом команды Трампа, и она это подтвердила в своем заявлении, что она никогда не была, не подписывала контракт и не получала денег. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. А вот эта компания Доминин, которая выпустила продукцию, которая является, на мой взгляд, она должна быть объявлена незаконной, и эту компанию надо прикрыть, потому что это нарушение всех норм демократических и всех остальных. Как она вообще существует? До сих пор, если вот сейчас выяснено, что будет с ней интересно, с этой компанией, и как можно верить вообще результатам каких-либо выборов, если существует такая компания. Спасибо большое. Спасибо вам. Ну, как она существует, понятно как. Спонсоры, значит, соответствующие. Что касается возможности ее закрытия, ну, я боюсь, что если сохранятся результаты выборов, пока, к сожалению, все все-таки идет к тому, что они сохранятся, то она и останется, а возможность ее закрыть появилась бы только, если бы Трамп все-таки добился второго срока, и если бы были твердые доказательства. Но, как я вам уже говорил, и как мы видим сейчас, то, что мы понимаем, то, что мы знаем, это одно, а то, что действительно можно предъявить в суде и даже добиться нужного результата, здесь товарищи демократы постарались так, чтобы все-таки привлечь их было очень и очень сложно. И Доминион как раз подтверждение тому. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день. Меня зовут Женя Мамут. Здравствуйте. Добрый. Слушаем вас. Да, я хотел спросить насчет плана Трампа. Я знаю, что аборты сейчас в Америке можно сделать до шести месяцев. Сколько месяцев по плану Трампа можно будет делать аборты? По плану Трампа не знаю, а по плану Байдена, как читал я, он собирается, Байден, я имею в виду, проводить законы, по которым вообще любые ограничения будут сниматься, и по которым вот эта знаменитая поправка Хайда, что нельзя тратить федеральные деньги, так или иначе, она будет отменена. Это в планы Байдена входит. Байден, в любое время, даже 9 месяцев, когда ребенок рождается, уже можно делать аборт? Я бы не удивился, к сожалению. Ну, в некоторых штатах губернаторы именно об этом и говорят. Ну, так, а кто знает по плану Трампа сколько месяцев? На самом деле есть показания врачей, что после там какого-то определенного срока и после первого триместра делать аборты вообще это опасно. Поговорите с любым гинекологом, с нормальным, который не политизирован, который занимается медициной, а не политикой, и он вам скажет, что после определенного срока делать аборты это опасно просто, опасно для здоровья женщины, опасно для ее жизни. Вот это все. Собственно, когда республиканцы говорят об ограничении абортов, они говорят именно об этом, о том, что опасно и нельзя делать аборты на позднем сроке. Вот о чем идет речь. Спасибо. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день, господа. Ну, в самом начале человек, который задал этот вопрос, совершенно не знаком с человеческой психологией. У каждого свои взгляды и планы и понимания этого вопроса, который он поднял. Второе. Вы говорите, что нет доказательств. Ведь в Германии эту компанию практически военные забрали всю информацию, которая там есть с помощью и с разрешением германских властей. И сегодня известно не только, говоришь, вот, было, а известно именно о людей, которые это делали, время, которое это делали, с кем связаны были они в Америке и в других странах. Это что, не та убедительная информация, которая может конкретно, вот оно есть, доказать, что так оно и было, и что было окажено. Понятно, спасибо. И технически, и инструментально. Спасибо большое. То, о чем вы говорите, я прекрасно понимаю, но то, что есть перед нами, и что очевидно, и то, что можно представить в суде, к сожалению, это не одно и то же. Потом, есть еще целый ряд других юридических уловок, и моментов, и даже не уловок, а действительно моментов. Если вы прочтете заключение судьи Бранна, которого, я знаю, многие уже не взлюбили, и я понимаю, почему. Но вообще-то человек, хоть и назначен Обамой, но судья-то консервативный, что самое интересное. Но вот он пишет, что может получиться такая ситуация, что из-за нарушений каких-то там будут нарушены права людей, которые голосовали в большинстве своем. Я не согласен, с этой установкой, говорю вам сразу, потому что, если есть нарушения, то, значит, нарушены так или иначе права избирателей вообще. Но, к сожалению, такая позиция юридическая тоже есть. И как дело пойдет дальше, как судьи будут рассматривать то, что им предъявляют адвокаты Трампа, ну, мы не можем с вами этого знать. Видимо, все упрется в Верховный суд. Наверное, да. Я уже в качестве аргумента приводил, обстоятельства дела семейки Клинтона. Всем абсолютно точно известно, все это знают, все это подтвердили, и Коми, и Шмоми, и все это братья. Клинтон держала совершенно абсолютно секретную, супер-секретную информацию на своем личном сервере, что является нарушением закона. Она должна пойти в тюрьму на 10 лет как минимум. она нарушила акт шпионажа. Все. Вот оно. И никто этого не отрицает. И что? И что? В тюрьме сидит? Закрыли ее? Коми врал под присягой. Коми слил информацию секретную своему другу, который передал ее в Нью-Йорк Таймс. Это нарушение закона. И что? Коми сидит в тюрьме? Вот в чем проблема. Проблема не в том, что кто-то не нарушал или что-то это. Проблема в том, что, к сожалению, существует такое двойное правосудие для нас и для них. Так что наше желание... Но при этом не забывайте, что Стоун и Манафорт, я не отношусь к ним с симпатией. Но если уж они получили сроки, то почему, как верно заметил Сергей, Коми Клинтон на свободе. Так что о чем бы мы ни говорили, каковы бы ни были наши желания, к сожалению, это не от нас зависит, а зависит от того... А мы знаем, что расследование проводит ФБР и с каждым днем я убеждаюсь все больше и больше, что Кристофер Рей нисколько не лучше, чем Коми из той же плеяды, из того же болота. Единственное, чем он занимается, это покрывает преступления своих предшественников. период. Он еще нам рассказывает об опасности белого супрематизма. Добрый день, пожалуйста. Добрый день. Вообще, мы идем, конечно, в эпоху варварства, к самым древнейшим временам, когда убивали младенцев и все остальное. Ученые доказали, что в 12 недель плод ребенка уже испытывает боль. То есть, это настоящее убийство в 12 недель, не говоря уже о позднем. Так что, это как бы не стоит даже определять какими-то другими названиями и думать о матери, когда мы убиваем абсолютно невинного ребенка. Спасибо большое. К сожалению, да. Немножко задержались, мы должны прерваться послушать рекламные объявления. Увлеклись, извините. Буквально через пару минут вернемся, продолжим. Никуда не уходите. Напомню, в эфире программа «Час Ивана Дениса». Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. И давайте принем за ног. Если останется время, поговорим. Добрый день. Серьезненька, это я задавала. Я сама слышала по телевизору, что это Синди Пауэлл называла именно какого-то адмирала, который был в это время, что он ставил вроде бы код. Я сама слышала по 26-й программе. Мы читали об машине. Да, да, и я это видел и слышал. Все понятно. Да. Все понятно. Спасибо, Сереженька. Спасибо. Спасибо. Добрый день, пожалуйста. Здравствуйте, Сергей, здравствуйте, Иван. Здрасте. Меня зовут Евгений. Иван, скажите, пожалуйста, не согласитесь с мнением, что вот консервативные ценности, как наиболее близкие к христианским добродетелям, они всегда будут в заведомо проигрышной позиции к абсолютной бессовызности, бесчестью, всепоглощающей наглости и абсолютного пренебрежения к закону. Ведь продвигать вот существование таких правоконсервативных партий, как в той же самой Скандинавии или в Великобритании или тоже в Америке существует только лишь потому, что есть демократическая процедура и не не упустительно соблюдать закон. Спасибо большое. Да, спасибо вам. Я с вами согласен. Кстати, хотел сегодня к этой теме даже еще вернуться, но не успеем в следующий раз поговорим о темах, тоже никуда не денется. В целом, совершенно верно, здравый смысл и то, о чем вы говорите, это консервативные ценности, это следование вполне очевидным иудео-христианским традициям, да, это выглядит слишком скучно, неинтересно и должно вроде бы везде и всегда проигрывать. Но, понимаете, так или иначе, как говорила Тэтчер, факты жизни, они консервативные, и в большинстве своем люди все-таки это понимают. Поэтому даже те люди, кто себя может боиться даже слова консерватор, по сути свои остаются консервативными по целому ряду направлений. И поэтому, собственно говоря, мир еще окончательно не деградировал. Сейчас, да, времена тяжелые, напряженные, и то, что происходит в Америке, это всегда показатель, но, как говорил в ситуации Уильям Рашер, один из основателей движения, и один из издателей National Review, тогда еще более консервативного, христиане выживали в катакомбах, выживем и мы. Поэтому я весьма мрачные прогнозы порой даю, и вижу много чего нехорошего в мире, но, несмотря ни на что, в Америку я верю. Ну, а теперь давайте поговорим о планах человека, которого Мидия незаконно называет избранным президентом, поскольку он еще не избранный президент, и уже на эту тему сколько не говорили, сколько не писали, сколько не объясняли, он еще не является избранным президентом до того момента, как за него проголосуют выборщики. Но, тем не менее, он выскакивает на телеэкраны, у него сзади бэннер «Office of President Elect». Они уже даже фальшивый офис придумали. Они оболванивают американцев, которые смотрят эти каналы вонючие, просто, просто беззастенчиво. И значительная часть населения, к сожалению, на это ведется. Так вот, о его планах. Да, совершенно верно. Я, во-первых, не удержусь еще. President Elect мне очень понравилась шутка на Babylon B, знаете, замечательный сайт сатирический. Да, там был заголовок, что, да, девушка встречается с парнем и уже объявила себя wife elect, хотя парню это не очень нравится. Ну, вот, похожая ситуация. Да, и так, Байден уже нам оставим сейчас в стороне аборты и изменения климата. Я боюсь, что они нас еще будут преследовать. И так или иначе, в исполнении Байдена кем уж он будет, мы посмотрим. А поглядим на эпидемию и как с нее собирается реагировать Джо. Джо грозил нам всем локдауном, и его советник доктор Остерхолм уже сказал, 4-6 недель, а деньги возьмем взаймы. Замечательно. Будто бы долг совершенно микроскопический, как во времена демократа Джексона, когда его не было вообще. Сейчас Байден вроде бы уже от этой идеи отходит. Похоже, там испугался, что может быть не стоит, и так далее, не подойдет, и так далее, и тому подобное. Но зато Байден хочет заставить всех носить маски. И уже идет давление на тех губернаторов, которые просопротивляются. Травлю моей любимой Кристи Новым уже вообще вышла за все рамки. При этом, что самое удивительное, в Южной Дакоте у нее рейтинг вполне высокий, и гражданам нравится то, что она делает. Они считают, что она к ним относится как к взрослым, и так и должна относиться. Но вот пресса пугает, что все, завтра все умрут, обязательно умрут, маски, локдауны и тому подобное. И Байден собирается это навязывать и дальше, потому что, естественно, люди запуганные, люди безликие, в масках все как один, они легко управляемы. И возможность, как мы уже с вами говорили, еще и школы себе подчинить под это самое дело перестройкой зданий, изменением конфигурации отношений учителей и учеников и все такое прочее, все это в планы Байдена тоже входит, о кабинете его, он уже начал его собирать, поговорим наверное через неделю, но может слышали, он собирается министром образования делать профсоюзную деятельницу, профсоюзу учителей, что конечно же катастрофа для американского образования. Лили Гарсия, если кому интересно, как ее зовут. И загнав граждан по домам, надев на всех маски, Байден при этом собирается открывать границы. То есть люди, которые неизвестно вообще какие болезни в себе несут, и люди, которые в Америке находятся и в силу своего нелегального положения тоже неизвестно какие болезни разносят, они будут гражданами, и они будут получать огромное количество всех тех привилегий, которые получают нормальные американцы, и все те болезни, которые они привезли с собой, их будут лечить, а те легальные граждане США, которые гораздо больше заслуживают медицинской помощи, ну, их отодвинут совершенно, как вы сами понимаете, потому что нельзя успеть все. Прошу прощения. И в этой ситуации, когда граждане закрыты, нелегалы открыты, погромщики открыты, мы получаем то, что мы уже с вами видели, и то, что, боюсь, еще увидим, если действительно Байден будет утвержден на своем посту. Но это еще не все, а есть другой момент. Здесь мы с вами можем легко запутаться в понятиях открытый и закрытый, но я попробую все-таки объяснить, что я здесь имею в виду, и как одно из этих понятий переходит в другое. Либералы давно говорят, что Америке необходимо открытое общество, что Америка открытое общество и так далее и тому подобное. Некоторые консерваторы, к сожалению, с этим соглашаются. Зря. Я понимаю, что мы с вами знаем, что раз Сорос назвал свою контору открытое общество, то это добром точно не является. Но дело даже не в этом. Сейчас может вернуться к этой теме в будущем, сейчас времени не нет, но изначально Америка отцами основателями как открытое общество точно не задумывалась. И эта идея появилась уже в веке в 20-м и стала навязываться очень активно и стала частью либеральной революции. Но парадокс в том, что те консерваторы, кто в 50-е предупреждали об опасности этого самого открытого общества, их прогнозы точностью сбываются сейчас, и Байден может их довести до конца, увы. Что это означает? Ну, во-первых, это означает, что если вам говорят, что идеи отцов-основателей, идеи Маркса Энгельса, они равны, а может даже идеи Маркса Энгельса лучше, то в конце христианства с уважением к чужому мнению, так или иначе, знаю, что всякое было в истории, но тем не менее, к уважению к женщине и ислам, где можно женщину забивать камнями и совокупляться с несовершеннолетними, если это тоже одинаково, то в какой-то момент люди, у которых здравый смысл сохранился, они начнут задаваться вопросом, а правда ли это одинаково? И тогда находящиеся у власти представители идеи открытого общества, они автоматически создадут тоталитарную систему, потому что им надо будет устранить всех тех, кто идею открытого общества ставит под сомнение, то есть получается, что пропагандируемое либералами открытое общество ведет абсолютно к тоталитаризму, и это мы с вами видим, потому что вся вот эта вот омерзительная cancel culture, walk culture, это тот самый тоталитаризм, который уже вытесняет тех, кто задается, даже не протестует, а задается вопросом, выражает какой-то скептицизм, выражает свои сомнения и так далее и тому подобное, и то, что говорили нам, повторяю, консерваторы очень давно, это сбывается уже сейчас, и если Байден продолжит, а он явно это продолжит, то, к сожалению, переход к тоталитаризму будет еще более, не скажу, что уже он точно случится, но дорога будет открыта, и второй момент, то же самое открытое общество и то же самое выравнивание всех идей, они означают то, что у людей теряются просто представления о том, что хорошо и что плохо, и тема абортов, которую мы сегодня затронули, так или иначе, это на самом деле как раз из той же серии, потому что уже задаваться вопросом, а в какой момент можно убить жизнь, это уже ненормальный, а тем не менее этот вопрос, он всерьез поднимается, он рассматривается на научном уровне, на медицинском и так далее и тому подобное, то есть, люди, лишившись тех самых ориентиров, я понимаю, звучит пафосно, но поверьте мне, это правда, они перестают понимать, что хорошо, что плохо, и значит, они становятся кем? Опять же, легкой добычей для любого тоталитарного режима, который может ими управлять как угодно, если ты сам не понимаешь, что в жизни важно, что не важно, что серьезно, что несерьезно, что является той самой истиной, и теми истинами, которые зарложены в декларацию независимости, и что ими не является, то тогда ты легкая добыча для любой власти, на абортнике, да на здоровье, аборты хоть в 9 месяцев, да пожалуйста, сидеть дома, потому что тебе так приказали, хорошо, я еще и с балкона поаплодирую, те, кто смеет не падать на колено, выгнать их с работы и никуда не брать, если высказываешь сомнения в действиях правительства, в лагере на перевоспитание, это я в Германии уже слышал такие высказываются предположения, Германия далековато, но там вы знаете, когда подобное начинается, это плохо заканчивается, и получается, что Байден, который так или иначе приходит к власти вот на волне именно либералов, которые продвигают идею открытого общества, продвигают все те, весь этот релятивизм, о котором я вам говорил, он под предлогом общества открытого может Америку действительно закрыть и превратить ее вот в ту самую тоталитарную систему, которую я вас тут, к сожалению, напугал, но это вероятно, и мы должны с вами эту возможность рассматривать, мы должны с вами о ней помнить, но все же я продолжаю, как я сказал уже на вопрос уважаемого слушателя верить в консерватизм, вас, уважаемые слушатели, граждан той же Южной Дакоты и других штатов, и что хоть как-то, но эта либеральная революция, она будет сдерживаться в ближайшие месяцы, ну а там в худшем варианте и в ближайшие четыре года тоже, потому что терять Америку мы не можем, даже не вы, мы все не можем, и позволить Байдену загубить то, что создавали отцы-основатели, ну ни одному Байдену, а всей его компании, конечно же нельзя, поэтому я вот на такой надежде, наверное, умолкну, если Сергей что-то добавит, то с удовольствием передам слово. Ну, примеры того, о чем вы говорите, возможно, постигнет нас в будущем уже есть, вы слышали, наверное, эту историю, когда агитаторы в Мичигане, в Уэйн-каунте, которые отказывались сертифицировать результаты, поскольку в 70% округов не сходились данные количества проголосовавших, так вот, им объяснили, что их детям будет трудно в школе перед лицом своих одноклассников отвечать за расизм родителей. И это еще не все. Чтобы убедить эту пару, что выборы прошли честно, демократы опубликовали их телефоны, адреса и призывали людей зайти к ним домой и поделиться своим негодованием. Вот как работает демокраси, о которой толдычат леворадикальное отребье, демокраси. Вот так работает демократия. То есть, если у людей возникают вопросы, потому что не стыкуется количество бюллетеней, количество отданных за, против, и у них возникли вопросы, вы не имеете права, оказывается, задавать вопросы. Вашим детям будет трудно учиться, а еще мы ваши адреса и телефоны опубликуем, чтобы народ заходил к вам и выражал свое негодование. Вот как работает демократия демократической партии. Это прямой путь к тоталитаризму. Это вот, это то, что происходит сегодня на наших глазах в нашем, в реальном времени. Иван, огромное спасибо и встретимся через неделю. Да, конечно же. Всего вам хорошего. До встречи через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok